Ну ладно, вот за спорами и раздорами дошли мы до моря, и на море сегодня, ох, какая красивая волна. А что? О, смотри. Это не американские эсминецы. Наши территориальные ходы. Представляем. Красота. Блин, вот. Ну, умереть не встать. Слушай, нет, правда, вертолет. Ну, вертолет, может, Путин летит. На кой хрен его сюда сейчас поедет? Ну, мало ли. Чтобы он тут еще к пушке стрельнул. По эсминцу. А потом сказал, ой, извините, я ошибся. А там, слушай, не дождь идет, а? На горизонте, смотри. Да, не дождь, но он там идет, а не здесь. Да, красотища, конечно. Куда пойдем? К маяку или наоборот туда? К Ореховой роще посмотреть, что там делается. А потом приедем, да? Ну, потом приедем. Ну, наверное, к Ореховой роще. Да, потому что там маяк мы уже видели сто раз. Пошли к Ореховой роще. Просто сейчас солнца все равно нет, что так, что это. Вон там кусочек, так сказать, пляжа видно. Угу. Ну, камни, конечно, все равно камни. Вон там дождь точно идет. Смотри, аж вот видно, как... Вон там дождь точно идет. Смотри, аж вот видно, как... Слушай, он, зараза, что, еще сюда идет? Нет, ветер-то, смотри, ветер-то, по-моему. Сейчас проверим направление ветра старым пиратским способом. А я плохой пират, я вообще не ощущаю. Нет, правда, вот куда, где ветер, откуда? С моря, не с моря. Короче, надо делать ноги. Да, это точно. А то она опять так лягучится. Смотри, как воздух. И свет. Видишь, ветром идет? Видишь, тут ветром идет? Такой ветер. А как с утра было хорошо? Какое с утра было солнце? Это, конечно, да. Кто поверит в нас? Кто сейчас в это может поверить, что с утра было солнце? Что мы проснулись? А вот набьют лучи. Ну, мы молодцы. Мы молодцы. Мы все равно. Гулять можно в любую погоду. Не, ну, в дождь, конечно, неприятно гулять. Ну, да. Тебе вон в прошлый раз дождем залило всю камеру. Слушай, кстати, эти гляделки поставили по всей набережной. Угу. Что интересно? Хорошо, правильно. Вот еще питьевые фонтанчики вывезли. Тут же везде вот вода. Везде здесь проведена. У нас вот с Наташей возникла такая идея предложить нашей администрации установить питьевые фонтанчики по набережной. Вот в трех, в четырех местах. Да. Это было бы здорово. Друзья, кто за питьевые фонтанчики в Анапе? Пишите комментарии. В общем, поддерживаете. С одной стороны, конечно, кажется. Ну, что такое ерунда? Питьевой фонтанчик. Каждый может купить бутылку воды. Надо поддерживать бизнес. Пусть они продают воду. Но привлекательность курорта обусловлена тем, насколько людям доступна питьевая вода, ну и доступны туалеты. По туалетам сейчас не будем. Питьевая вода порой нужна. Мне не нужна бутылка воды. Мне нужен вот буквально где-то, может быть, яблоко какое-то. Да, глоточек. Соску обмыть ребенка. Руки вот где-то, может, как-то полоснуть. Или действительно два-три глотка вот просто перехватить быстро. Причем, естественно, не надо никаких фонтанчиков, которые вот постоянно. Показатель цивилизованного города. Как вот сказал Виктор, который приехал из Сан-Франциско, он говорит, то, что связано с физиологией людей, это должно быть бесплатно. Захотел ты пописать, все, должен быть бесплатный туалет. Захотел ты попить, подошел к фонтанчику, попил бесплатно. Ну, в нашей стране, где даже вывоз мусора не могут организовать нормально, просто вывоз мусора не могут договориться, у нас стараются нажиться на эту. Про бесплатные туалеты в курортных зонах, где всю жизнь за все рвали и за копейки готовы были удалиться, это вообще тема очень болезненная. Но питьевой фонтанчик, это не такой большой расход, а людей это привлекает. Питьевая вода, это зона притяжения. То есть, поставь рядом с питьевым фонтанчиком три скамейки и через неделю поставь на этом рядышком, в 10 метрах от этого, поставь два столика и летнее кафе. Какой-то простой, даже просто с мороженым. И у тебя на этом месте всегда будут люди. Потому что попились или отдохнуть где-то, осмотрелись, что-то увидели. Интересно. Даже если они прошли мимо, они 3-4 раза пройдут. О, смотри, волна-то какая. А на пятый раз они остановились. Ой, супер. Хорошо. Нам хорошо, потому что мы сюда не приезжаем в гости. Мы тут постоянно. Проснулись, увидели хорошая погода, соскочили. Собрались. Пока собирались, погода... Да, испортится. Солнце ушло. Крокодил солнце в небе проглотил. Да, сегодня была такая туча, действительно похожая на крокодила. Я Маша показывал ее. Да. И все. И когда мы вышли уже непосредственно на улицу, уже были тучи, было все затянуто. Вот там виден Тургеневский спуск, маяк. Солнце показать не получится. Тучи нависают. Нет, но зато очень красивый цвет моря. Когда ты снимаешь песчаный пляж, там красивый пейзаж. Но цвет моря так не передается, как вот с высокого берега. И такого прибоя. Ну и вообще даже вот эта вот дорожка деревянная, она очень живописно здесь выглядит. Да. Вот уже и почки, вот вовсе почки. Тепло. А потом опять так приморозит и полученную вот эту чудную урожай. Нет, я же не пуляю. Все это происходит, вот каждый человек в отдельности много что понимает. В плане благоустройства, в плане удобства и комфорта. Но когда нам приходится как-то людей объединять и как-то доносить это вот до власти, до них не доходит. Вот вчера открылись, смотрели сайт города. Что делается. Есть у них там такой раздел городского благоустройства. Все городское благоустройство сводится к устройству детских площадок. То есть тупо берется какая-то территория, выравнивается, засыпается щебнем и ставится стандартная детская площадка. Да, с мягким покрытием, но она абсолютно стандартная. Вот и все благоустройство. Я говорю, ну когда люди там приезжают, они сюда вообще приезжают. Смотри, птички вереницей летят. Да, вереницей. Или с такой ниточкой. Ага. Видно, не видно. Причем смотри, раз, два, да, да. А вон еще, вон там далеко, вон еще, посмотри. Вижу, да. Так и летят. Да, детей к нам сюда родители привозят не на детские площадки. Эти площадки для местных, а вот для того, чтобы все-таки здесь туристы хотели приезжать, нужно делать в целом весь город более привлекательным и более комфортным. Потому что даже ту же бутылку воды тащить, это определенный вес, это руки занятые, это, ну... Конечно, да. А когда у тебя есть... Вон, смотри, вот уже не вереница... Стая. Стая. Не, они красивые, они просто в разных плоскостях вот так вот летят. Но они все равно друг за другом. Выше, ниже. Здорово. Ну, это вот эти, которые водоплавающие. Я не знаю, как они называются. К своему стыду. Здорово. Потому что супер. Они перелетные или это они мигрируют от шторма, тут перелетают с места на место, на более тихое. А кто ж их знает? В более тихой воде, в более мелкой. Наверное, перелетные, таким строем. Смотри, сколько их. Ух ты. Это, слушай, в январе месяце-то они перелетать-то надумали. Ух ты, прямо смотри, прямо ленточкой, волной летят, волной. Да здорово. Здорово. Тебе бы сейчас с зумом их поснимать. Угу. У тебя с собой? Нет. А что ж? А, вон еще, еще, еще. Да. Да, вон еще вдоль, над водой, вон, над самым летят еще. Вон их сколько. Слушай, как они четко дистанцию держат. Да. И дождь идет, прямо на нас. Пошли-ка. Подпошли. Идем, ищем. Смотри, Хаваруще, выйдем там. Угу. Угу. Надеюсь, что мы успеем. Дальше, чтобы больше, чтобы походить, снимать. Да куда уж больше. Потом полдня, даже больше обрабатывается это видео. Вот из-за этого, слушай, не хочется много снимать. Отдельный компьютер надо. Отдельный компьютер. А вот, смотри, столики уже вынесли. Ну, они, видимо, тут и стояли, да. 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 Ну, это спуск на пляж 40 лет Победы. Каменистый пляж. Это уж я сейчас на это внимание не обращаю, но. Был бы тут Варламов, он бы, конечно, он бы послал проклятие администрации города. Что как же так. В Воронеже или где бегал-то? В парке тоже. Угу. Ну, там центр города, парк, действительно, все, вообще закрыто. Хоть платный, хоть бесплатный, вообще ничего. Да. У нас ровно та же ситуация. Нет, ну, что-то делается. Одно хорошо, что убрали вот эти все, вот этот строй этих ларьков, которые перекрывали вид. Нет, ну, с другой стороны, знаешь, убрать ларьки не так сложно. Ну, да. Да. Просто принять решение, а уж убрать-то их. Да, у пинка, и все, и весь этот ларек разлетел. О, кошачье царство. Кошкин дом. Кошкин дом. Кошкин дом. Ну, перевал засыпан снегом. Вот, понятно. Да, Виктор рассказывал, что он, когда после рождественской службы возвращался, он говорит, еле заехал. Ну. Потому что снегу навалило столько, что... А у него летняя резина, он на горке там живет, он говорит, вообще, говорит, конечно, была... У нас летнюю резину вообще не стараются не снимать. Чё, зимы не будет на всякий случай? Да? Нет. Каждый раз все говорят о том, что будет опять холодная зима, но все до последнего едут на летней резине. А я так понимаю, здесь уже ничего менять не будет. В каждом году кусочек поменяли. А, ну да, тут... Вот мы там шли, где были поменены ограждения. Вот. Здесь не меняли. Не, я думаю, поменяют. Ну, как же так? Просто... Ну, все, хватит. Сделали компанию. И... И хорошая. Поговорили об этом? Как всегда, все упирается в деньги. Я так полагаю. И в раздолбайство. Нет. Разговоров было много. То, что заменяют решетки. Да. Шум подняли вокруг этого. Ну, и все на этом. Хватит. Попиарились и будет. Так, ничего. Не, может быть, там где-то от маяка-то что-то изменяют. Надо будет туда как-то сходить. Но никто ничего не писал нигде. Что продолжается замена. Бухают волны. Достаточно высокие. Ага. Ты встречаешь, что тут все море. Вот, господи. Воробью по колено. Коты, коты такие классные. Коты? Коты. Коты классные. Коты. Новое заведение. Последних лет. Ну, давай посидим. Хочешь посидеть? Дадишь, так лучше. Неси, пойдем. Очередное. Пафосное. Так. Все, туда не пойдем? Морда. Да. Морда-то у него такая бандитская. Морда-да. А тут котярик сдох. Да? А что ты думаешь? Ну, да. Это да. Там лежит такой весь дом. Так, ну все. К утесу не пойдем туда. Не пойдешь. И мы выходим сейчас к Ореховой рощи. Прямо в Ореховую рощу. Да. Это у нас дом спорный, так скажем. Ну, что он спорный? Да? Не спорный? Спорно его удобство. А, то есть он выиграл спор, да? Он был спорный. Да, я не знаю насчет этого. Не, ну он же еще наполовину не заселен. Слушай, при их цене за квадратный метр, при том, что он где-то на отшибе. Баяковского, 5 адрес. Нафига бы он нужен-то здесь жить. Стоимость квартиры, как в Москве, ну на всех ветрах стоит. Стоит на всех ветрах, открытый всему. Вокруг куча гуляющих. Это да. Сало закопить. И мы в Ореховой роще. Очень помнительные. Мы не будем по ней много гулять. Это не входит в наши планы. Мы идем уже домой. Не, ну тут вот тоже видно, что уже гуляющие ранее налепили снеговиков. Ну да, снеговиков много, я бы сказал. Они растаяли в водополочных. Они растаяли. Поэтому только отдельные шары. А вон стоит один. Это вон стоит. Это как привидение. Это как привидение. Надо так. Блин, да. Нужно бы везти в лоха так была. Конечно. Снеговика слепила ребятня. И ну вокруг него скакать в припрыжку. За ними наблюдал угрюмо я, зажав... Свой монофот под мышку. Нет. Я сейчас не помню стихотворение свое. Как раз зажав угрюмо градусник под мышку. Я знал, что через несколько недель начнет он таять медленно, уныло. А, неправильно. Я знал, что через считанные дни начнет он таять медленно, уныло, к разочарованию местной ребятни. И не ошибся. Так оно и было. Этого раскатали. Да. Того на дерево запялили сразу. Это уже взрослые лепили. Потому что вот так вот нужно попробовать. Ну да. Может это лепили медведя? Да. Розы обстригли как. Да. Да, да. Оставили. Совсем, совсем коротился. Нет, все равно. Вот я так смотрю, думаю, нет. Жить вот здесь, на этом месте, это все-таки очень так. На любителя. Зимой в пасмурную погоду, когда большая часть дней пасмурная. Вот ребенок, снег. А, лепит, лепит, лепит снеговика. Ну ладно. Не будем снимать. Ой, а мы там не пройдем. Почему? А там, видишь, дорожка прямо. В воде? Ну да. Все. Вот ты дождичек пришел. Смотрим остановку. Скорее. Угу. Ну, на этом мы нашу трансляцию заканчиваем. Я думаю, прогулка вам понравилась. Ставьте лайки. Не уклоняйтесь. Вот прямо сейчас возьмите и поставьте лайк. Слушай, надо обходить как-то. Там, там есть брод. Видишь, креписи лежат. Вот. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. Читайте. Читайте описание. Там контакты мои. Ну, в общем-то и все. Всего доброго. Действительно, закапал дождик. Надо быстро, быстро, быстро прятать в монопод. Саш, мы не пройдем. Мы не пройдем. Это не в рот. Это... Нам надо с боковой дорожки уходить. Редактор субтитров.